Меня зовут Вадим Смахцин, я технический директор в компании Habitatum и также основатель R&D компании, которая называется Матрешка, которая занимается исследованием различных новых систем для работы с информацией и применением этого всего к архитектуре и урбанистике. Мы начали работать с городскими данными примерно в 2013 году, когда разрабатывали проект для Московского урбанистического форума, тогда еще вместе с компанией Thomson Reuters. И мы работали с данными мобильной системы Мегафона, с данными о перемещениях, когда есть точка старта группы перемещения и точка B, точка конца, и пытались каким-то образом понять, как все это делать. И тогда еще мы поняли, что нужно делать какие-то новые типы взаимодействия и более абстрактные системы для визуализации этой информации, потому что на самом деле гораздо удобнее работать с неагрегированной информацией, гораздо удобнее работать с информацией интерактивно, когда ваш запрос на фильтрацию обрабатывается там не 10 секунд, не минуту, естественно, не какие-то часы, а какие-то доли секунды. То есть сам процесс больше напоминает нормальное интерактивное приложение, а не какой-то SQL-запрос. Таким образом мы какое-то время экспериментировали с этим, но быстро поняли, что все картографические визуализации, они нас немного не устраивают, потому что карты позволяют хорошо визуализировать пространственную компоненту информации, но очень плохо позволяют работать с временной. То есть приходится постоянно перематывать карту в одну и в другую сторону, чтобы понять вообще, как процесс протекает во времени. И все становится совсем плохо, когда приходится сравнивать несколько разных источников данных, например, мобильные данные и данные социальных сетей, или на самом деле любые данные, у которых есть некая геокомпонента и время. Когда их начинаешь пересекать внутри какого-то такого стандартного динамического интерфейса, то приходится постоянно мотаться между различными временными состояниями, и временную тенденцию ловить очень сложно. Поэтому мы обратились к пространственно-временной географии, а именно к концепции пространственно-временного куба, введенную Хиггерстрандом. Соответственно, базовое пространственно-временной куб — это на самом деле обычная плоскость карты, но вытянутая вверх по времени. И, соответственно, это позволяет визуализировать, например, некое перемещение объекта, который в данной теории называется мувер, визуализировать его внутри пространственного времени как такое некое восходящее перемещение. То есть объект перемещается не просто по плоскости, он перемещается по плоскости, постоянно двигаясь вверх. То есть он каждый период времени на самом деле меняет свою пространственную плоскость на новую. Соответственно, проблема у такого подхода довольно очевидная. непонятно, как быть, опять же, с разными типами информации. Например, во-первых, есть перемещение в пространство времени, но есть также некие события в пространстве времени, например, твиты. Это некое событие, которое происходит единовременно, и его уже не визуализировать как вот этот подвижный объект такой. Плюс подобный способ визуализации линиями, он на самом деле обречен на такое вечное нагромождение, потому что когда таких подвижных объектов становится там 10, 100, 1000, уже различать, что происходит, достаточно тяжело. Поэтому мы применили классический некий агрегативный способ для всего этого. То есть мы разбили все пространство-время на маленькие пространственно-временные бины, которые мы называем воксели. Дальше я объясню, почему. Внутри этого вокселя мы агрегируем некий набор событий или концентраций и, соответственно, строим вот такую пространственно-временную матрицу. Внутри этой пространственно-временной матрицы мы выделяем следующие объекты. То есть у нас есть некий срез, то есть некая карта во времени, то есть некое состояние системы, которых у нас достаточно много может быть. То есть, например, мы можем замерять состояние системы каждые 5 минут и каждые 5 минут получать новый такой срез. Также мы можем получить некую временную характеристику, временной ряд по какому-то конкретному пространственному объекту. То есть, например, мы можем сказать, что нас интересует вот эта вот ячейка и получить по ней временной ряд концентраций. То есть получаются такие достаточно обыденные статистические объекты, то есть на самом деле обычная карта некая, либо обычный временной ряд. Но основная проблема такого подхода — это в том, как его визуализировать. Потому что когда у вас есть такая плотная пространственно-временная матрица, которая на самом деле чаще всего спарс, особенно если мы работаем с твиттером, к примеру, и вы хотите посмотреть, что у нее внутри, то не совсем понятно, как это сделать. Потому что сами вот эти кубики, они же непрозрачные. Поэтому мы решили сделать рентген. То есть пошли в область медицинской визуализации и посмотрели, как это сделано там. В медицинской визуализации все очень просто. У вас есть как бы плотность неких тканей, которая записывается внутри вокселей. И дальше мы можем говорить, покажите мне более плотные воксели или менее плотные воксели. То есть воксели — это пространство-временной куб. Таким образом мы можем как бы погружаться глубже или, наоборот, выходить на поверхность тела, которую мы измеряем. То же самое мы делаем с городом. У нас есть карта, которая на самом деле представляет хитмэпы некий-некий. И каждый момент времени мы наращиваем эту карту, и эта карта начинает расти. Соответственно, мы видим как состояние системы в данный момент времени, так и видим исторические данные. И самое интересное, мы можем… Сейчас там будет кадр. Оу. В общем, самое интересное, что мы можем также, например, разрезать по какой-то улице конкретной и посмотреть временные ряды по этой улице в каждой конкретной ячейке. То есть в среднем мы работаем с ячейками, там примерно 100 на 100 метров, там 150 на 150 метров, 500 на 500 метров, и можем видеть по ним характеристики. Вот они идут, то есть некие хитмэпы вертикальные. Вот, сейчас он покажет улицу. Вот, то есть, например, здесь вот улица, здесь, например, классический ночной период сна. То есть вот здесь люди спят и просто не пользуются твиттером, это все концентрация твиттера. А здесь вот бот. Он постоянно постит, независимо от того, в каком временном промежутке он находится. Ну, это было короткое интро, и теперь, собственно, к питону. Я на самом деле из-за того, что уже почти не программирую последний год, мне сегодня было довольно сложно думать, как я буду про это рассказывать, поэтому я решил рассказывать через инфраструктуру. Вот, инфраструктура выглядит следующим образом. У нас есть тонкий браузерный клиент, вот, в который, на самом деле, то есть в который передаются кадры с некого сервера, вот, который мы называем volumere, потому что это volumetric rendering. Этот сервер рендерит всю визуализацию и отправляет ее на клиент, поэтому браузер может быть любым, на самом деле. Но пока мы тестируемся на хроме, пока мы в бета-версии. Вот, и также браузер, посылает этому рендеру определенной команды. То есть, например, подвинь камеру вправо, подвинь камеру влево, покажи мне слой под таким углом, покажи мне слой под другим углом, покажи мне только плотные значения, покажи мне только значения, я не знаю, покажи, например, мы можем сказать, покажи мне одну матрицу, умножь ее на другую матрицу и покажи, где они пересекаются. То есть, например, мы можем таким образом, перемножив матрицу, я не знаю, финансовых транзакций с матрицей мобильности, то есть с матрицы, которая показывает нам концентрацию людей по времени, посмотреть, где у нас люди перемещаются, то есть где они активны, и где они тратят деньги, то есть где не просто какие-то проходные места, а где места какой-то коммерческой активности. Но когда мы начали все это проектировать, оказалось, что вот эту вот штуку, сам рендер, писать довольно тяжело, потому что она должна поддерживать, сейчас у нас один рендер поддерживает примерно 4 клиента, соответственно, он должен быть очень быстрый. Естественно, на питоне мы писать его не стали, поэтому мы написали его на сях. Вот. И плюс он очень активно использует видеокарту, то есть все, что вы видели, все эти визуализации трехмерные, они, естественно, работают на видеокарте, потому что эта штука, она нормально параллелится абсолютно. Вот. Но так как мы пытались сократить косты и увеличить гибкость прототипирования нашей системы, то мы подумали, что на самом деле большинство работы по кастомизации и прототипированию системы заключается на API-сервере, то есть на некой штуке, которая транслирует браузерные запросы в интерактивные запросы. И более того, оказывается, что, условно говоря, все запросы можно разделить на высокочастотные и низкочастотные. То есть, например, операция вроде «покажи слой» — это низкочастотная операция, то есть это операция, которую пользователь делает раз в минуту, например. Он добавил слой и дальше что-то с ним делает. А вот операция вроде «покрути камеру» — это высокочастотная операция. Поэтому мы разделили API на WebSocket API и на HTTP RPC REST-like. То есть HTTP API, которая позволяет нам просто использовать классический HTTP протокол, который очень простой, его все поддерживает, общаться с этой штукой. Вот. И мы решили, естественно, написать middleware на Python, потому что это казалось самой естественной идеей. Но постепенно вы поняли, тут, на самом деле, проектор не показывает половину цветов, а это, на самом деле, картинка. Тут есть два цвета, которые серые и чуть посерее, которые показывают модули этой системы, но они все слились в один. Но оказалось, на самом деле, что вот эта вот штука, она как бы формирует наш некий программный стэк, вот примерно досюда. То есть это некий софт, собственно, который мы делаем, который мы ставим внутри какого-то, внутри какой-то сетевой инфраструктуры. Вот. Но так как мы работаем с различными дата-провайдерами, то с дата-провайдерами появилась проблема, что не все дата-провайдеры готовы отдавать нам данные просто так. Потому что есть определенные ограничения по безопасности, которым они следуют. Например, есть интересные законы в Евросоюзе, которые запрещают передавать данные, если внутри одной ячейки содержится меньше, чем 8 человек примерно. То есть если мы агрегировали внутрь этого пространства временного кубика какие-то данные, если там меньше 8 человек, то эти данные мы получить не можем. На самом деле, я даже думаю, неважно, какие. Я точно не знаю стандарты глубоко. Вот. Но история, на самом деле, получилась довольно интересная. Мы поняли, что нам необходимо, чтобы хоститься в облаке спокойно. В принципе, данные клиентов нам и не нужны. Нам нужны только вот эти пространственные временные матрицы, которые я показывал. То есть некие бинарные объекты, которые содержат концентрации по времени. Вот. Поэтому мы сделали такую штуку, которая называется сейчас DMS. Мы ее никак пока не назвали. Вот. DMS — Data Management Service. То есть это некое приложение, по факту это Docker Container, которое содержит еще ряд наших приложений, которые позволяют клиенту через веб-интерфейс загрузить данные внутрь этого приложения. Эти данные приводятся в некий CSV-формат, который нас устраивает. И потом с помощью утилиты, которая называется сейчас Slayer, режется на вот эти вот матрицы пространственно-временные. Вот. Сейчас я еще раз покажу вам наш софт, чтобы как-то было все более понятно. То есть вот это пространственно-временная матрица. Она рендерится у нас на сервере, на нашем backend-сервере, который, собственно, только принимает пространственно-временные матрицы. И люди, которые нам их… наши дата-провайдеры, они эти пространственно-временные матрицы кодируют у себя и уже передают нам в полностью агрегированном виде. То есть мы соблюдаем все законы о приватности и не храним персональных данных пользователей вообще никаких. Вот. То есть мы работаем только с концентрациями, с большим-большим набором хитмэпов. Вот. Потом вся эта штука рендерится и передается к нам в браузер. Это все браузерное приложение. Это все работает на хроме. Вот. И в этом приложении мы позволяем пользователю интерактивно… То есть сейчас, что вы видите, это интерактивная демонстрация, причем двухлетней давности примерно, еще альфа-версия. Вот. И мы позволяем пользователю манипулировать этими данными, то есть двигать таймлайн. Он может смотреть какой-то интересующий промежуток времени, может передвигать слои, может умножать слои друг на друга, чтобы смотреть их пересечения. Ну вот. Все это происходит через клиент-сервную архитектуру. И, соответственно, это все… Если резюмировать, то мы взяли C++ backend, который все это делает. Мы написали, естественно, браузер на клиентной реакции, потому что два года назад все писали все на реакции. И Python Middleware мы сделали на Flask и неком OpenAPI extension, который называется Connection. Мне кажется, это штука, которая позволяет Swagger спеки, которые сейчас стали OpenAPI спеками, конвертировать в некий сервер, который… то есть базовый бэкбон сервера, он строится из спецификации. То есть наш сервер, он всегда соответствует спецификации, которую мы опубликовали. Это очень удобно, потому что это позволяет делать API-first решение. То есть мы можем, например, сделать некий… Сначала написать спецификацию, обсудить ее, и потом получить уже готовый сервер из этой спецификации, который, естественно, просто принимает данные, он с ними ничего не делает, но функции приема данных, валидаторы поверх данных, они будут работать. Ну, сначала мы так думали. Соответственно, с Data Management Service там все стало чуть проще, потому что по факту нам нужно было написать некий клиенцированный объект, который бы позволял пользователю через какой-то понятный интерфейс загружать просто туда свои таблички и конвертировать их в то, с чем нам удобно работать. Вот. Эту штуку мы сделали следующим образом. Мы взяли Django. Несмотря на то, что сначала нам казалось, что это очень медленная история, но на самом деле на проверку с точки зрения разработки Django выходит гораздо эффективнее, потому что он инфорсит определенные практики, и, например, как технический менеджер, мне гораздо проще работать с системой, которая заставляет разработчика делать что-то, чем на код-ревью каждый раз править то, что он написал. Потому что, к сожалению, системы с высоким порогом свободы, они требуют некой повышенной культуры кода, которую необходимо либо развивать в команде, либо забирать откуда-то. У нас не было времени, чтобы развивать эту культуру, и не было возможности ее откуда-то забрать. Поэтому мы на самом деле на бэкэнде наловили кучу костылей, и когда перешли на Django, стали наконец-то спокойны, потому что теперь эти костыли, они общие костыли, и они легко гуглиться. Мы от клиентской части отказались абсолютно от кастомных компонентов, потому что сама вот эта система для менеджмента данных, она больше не… она как бы не продает нас, потому что это некое утилитарное приложение. Поэтому мы взяли штуку, которая называется Blueprint от Palantir. Это некий фреймворк на React.js тоже и TypeScript, который… там куча компонентов, что-то похожее на jQuery UI, только нормальное, которая позволяет конструировать довольно быстрый интерфейс. То есть там есть очень большое количество различных состояний контролов. То есть, например, есть состояние, что ваш input не валидирован, есть состояние, что там ошибка, еще что-то, еще что-то. И есть отличный дизайн-гайдлайн к всему этому, который позволяет, если что, написать компонент, который будет более-менее в таком же стиле, как и общий фреймворк. То есть он очень хорошо документирован на самом деле. Вот. И параллельно с этим мы поняли также, что на самом деле, если мы хотим распространяться внутрь клиентской инфраструктуры, то есть сам DMS на самом деле просто конвертер данных, да, такой, но оказалось, что он уже сложный. Там есть некий Django сервер, есть фронт-энд, но также Django сервер должен куда-то складывать данные. Мы можем пойти по пути базы данных, которые не требуют сервер-сайт установки, да, каком-нибудь SQLite или еще что-то такое. Но нам было гораздо проще работать с Postgres из-за Postgres extension. Вот. Поэтому мы решили тащить Postgres. Плюс нам нужен, скорее всего, какой-то кэширующий сервер, еще что-то, то есть нам придется тащить Nginx. В итоге мы поняли, что там получается 4 микроконтейнера, и это все достаточно удобно распространять через Django Compose. Ой, фу, sorry, Docker Compose. То есть через некую систему, которая позволяет нам одновременно на клиентской машине запустить все контейнеры разом. Эти контейнеры автоматически слинкуются, все контейнеры будут знать, на каких портах они запущены и так далее. Вот. И как именно, как опыт некой клиентской установки нам показалось это оптимальным, потому что так как мы работаем с архитектурным бюро, например, у которых вообще нет своего IT-отдела, то архитектурным бюро, например, гораздо проще запустить на Windows в каком-то компьютере Docker, запустить внутри Docker все эти контейнеры, и оно там будет работать. Потому что, как мы узнали, на самом деле, недавно, буквально вчера, Docker Compose оказывается под Windows, теперь идет внутри общего Docker пакета, то есть его не надо ставить через PIP или скачивать бинарник с компилированный, то есть вы просто ставите Docker и набираете команду на клавиатуре, и у вас магическим образом запускается вся инфраструктура, то есть вы даже не замечаете, что она состоит из маленьких микроконтейнеров. Вот. Но как бы на самом деле весь смысл такого технического доклада был скорее показать то, что на самом деле Python — это не просто некие IP-сервисы для сервисов обработки данных, это на самом деле может быть некий инфраструктурный язык, если вы делаете дата-драйвинг-компанию, так же, как и мы. Потому что примерно получается как раз три года назад, когда мы делали выбор, в какую сторону ввести нашу инфраструктуру, тогда как раз было модно делать распределенные вычисления, и все переходили на Spark и говорили, что необходимо срочно переписывать весь наш бэкэнд на скале. Вот. Я никогда не понимал, почему, потому что на самом деле нет никакого такого сложного бэкэнда для анализа данных, мы просто собираем много информации и храним ее в определенном формате и визуализируем. Вот. И тогда нам показалось, что Python — это очень удобная штука, потому что мы можем делать как на ней аналитику, так и инфраструктурные какие-то вещи. То есть здесь, например, показана наша система того, как мы храним данные. У нас есть сервер менеджмента данных, и есть, собственно, наш софт. CSV попадает сюда как табличка, потом мы делаем определенную настройку, преобразуем ее вот в этот наш некий формат данных, который называется slice, то есть некая карта такая, да, hitmap один. Вот. И потом много-много таких hitmap образуют вот эти наши слои. Соответственно, здесь мы можем как бы написать сервер хранения и управление этой информацией на Python. Можем сделать вот этот вот конвертер, как мы сейчас сделали на Python. Вот. Можем сделать здесь какие-то дополнительные конвертеры или middleware тоже на Python. То есть, например, клиенты могут поставить нам данные не только в сыром виде, как сейчас. Это могут быть какие-то API, это могут быть какие-то коннекторы к существующим data storage и так далее. Вот. Ну и на самом деле, благодаря внедрению в систему визуализации неких Python-based процессов получилась следующая вещь. То, что мы можем одновременно разрабатывать прототипы наших алгоритмов внутри Python ноутбуков. То есть у нас есть просто Jupyter сервер, Jupyter hub, на который любой может залогиниться, потестить там какой-то алгоритм, потестить какую-то штуку, которую он хочет сделать. Потому что, то есть мы на самом деле, как оказалось впоследствии, нам не только приходится конвертировать данные из одного формата в другой, чтобы потом визуализировать, нам часто приходится собирать данные, потому что мы еще и аналитическая компания, то есть у нас еще есть часть бизнеса, которая занимается аналитикой. И нам приходится работать с различными открытыми источниками постоянно и делать какой-то анализ. Соответственно, у нас есть много алгоритмов, есть аналитики, которые пишут как на R, так и на Python. Работают в GISах, поэтому сам стек получился такой, довольно разный. И на самом деле получилось, что Python сам по себе, он его весь связывает, потому что мы можем написать скрипты для GISа на Python, которые будут анализировать карту, вводить на нее что-то. Мы можем написать скрепер на Python, можем написать какой-то алгоритм на Python, можем делать машину обучения, и все это как бы получается классно. Но есть одна большая проблема, как это все деплоить. И как строить архитектуру так, чтобы эта вся архитектура была связана. Естественно, мы выбрали микросервисы. И сейчас наша архитектура микросервисов выглядит следующим образом. У нас есть некий набор устройств, которые, например, делают детекцию аномалий, причем довольно специальную детекцию аномалий. И у нас есть наш центральный софт, которому периодически нужна детекция аномалий. Соответственно, мы не стали встраивать детекторы аномалий в наш софт. Мы вынесли этот микросервис, и, соответственно, когда необходимо, например, получить аномалию для гистограммы на клиенте, он делает запрос на API Gateway, и API Gateway перебрасывает его на сервер доступ к аномалиям. То же самое с разными сборщиками данных. У нас есть стандартный формат контейнера, в который ты можешь скачать темплейт проекта, написать свой сборщик, вернуть его в контейнер по темплейту и потом выгрузить уже к нам на сервер, и он будет все собирать. Таким образом, на самом деле, получилась очень удобная штука, которая позволила нам сохранить команду относительно компактной. Мы перекинули часть задач по разработке бэкэнда на датсайенсов и аналитиков, потому что я в какой-то момент подумал, что, в принципе, если мы сделаем деплой внутрь нашей системы достаточно простым и пойдем через конвенцию, как это классически, это convention over configuration, то есть когда мы просто договариваемся о базовых правилах нашей системы, дальше она как-то работает. То есть, например, мы просто решили, что наши микросервисы должны поддерживать HTTP, RPC или REST, то есть мы не инфорсим REST, и в принципе все. И для каждого микросервиса должна быть какая-то спека, которая описывает, как он работает, то есть какая-то IP-документация. И это позволяет, на самом деле, очень существенно сблизить людей, которые разрабатывают алгоритмы, и людей, которые должны потом поддерживать алгоритмы в продакшене, потому что получается, что есть общий один язык, на котором мы делаем как прототип того, что мы исследуем, так уже и запускаем продакшенков, в котором внутри все это крутится. Но впоследствии оказалось, на самом деле, что помимо вот этого переброса информации из аналитического отдела в отдел разработки, сам по себе выбор наш Python как некого инфраструктурного языка оказался очень правильным, потому что Python позволяет нам, например, легко конфигурировать сервисы, внутри которых это все крутится, потому что есть куча штук типа Ansible, которые Python Native, и нам с ними легко работать. Плюс Python отлично состыкован с релиз-циклом у Debian, то есть сейчас в Debian 8 уже Python 3.4, что не самый новый Python, но в то же время это позволяет нам не тянуть сторонние дистрибутивы, когда это не нужно, и работать только с тем, что есть в стандартных репозиториях. То есть сейчас будет Debian 9, там будет уже Python 3.6, что вообще классно, и на самом деле пока больше нам и не нужно. И в то же время у Python очень низкий порог входа, и, например, у нас есть C++ разработчики, которые тоже знают Python, которые, когда нужно, могут что-то поправить, потому что есть дедлайны, когда внутри… Ну, у нас стартап небольшой, порядка там сейчас 20 человек, поэтому внутри дедлайнов приходится перекидывать задачи с одних людей на другие, и как бы наличие такого общего языка позволяет нам делать это довольно гибко. Вот. Ну, вот, наверное, и все. То есть, что я хотел бы сказать, что, наверное, мы незаслуженно думаем о инфраструктуре, внутри которой мы работаем, как о некой структуре, которая позволяет нам строить исключительно какие-то сервисы, которые принимают HTTP-запросы и запускают какие-то штуки на удаленных воркерах. То есть мы можем думать об инфраструктуре, в которой мы работаем, как о неком организме, у которого есть язык, общий язык, который, на самом деле, самое ценное в общем языке, внутри которого мы существуем, что из-за того, что этот язык стал настолько простым и естественным для специалистов, например, из геоинформационных систем или для специалистов, разрабатывающих высоконагруженные приложения, то эта штука позволяет нам как бы эволюционировать наш софт, который мы разрабатываем, эволюционировать решения, которые мы разрабатываем, гораздо гибче. Поэтому, когда мы смотрим на Python как язык для обработки информации, это на самом деле не язык для обработки информации, это язык для построения инфраструктуры обработки информации и архитектуры обработки информации. У меня все, спасибо. Спасибо, Вадим. Я тебя очень хорошо понимаю, потому что я сам дата-инженер, у нас тоже все то же самое происходит. Ну как, вопросы-ответы? Давайте. Если у кого есть вопросы, поднимайте. А, окей. Нет вопросов? Да, сейчас, одну секунду, извините. Я просто подумал, что нужно докладчик и другого скорее пропускать. Спасибо. Я просто про Habitat и про этот проект раньше слышала, удивилась, что удалось вас так застать. Я сама тоже сишник, и мне как раз заинтересовала вот эта связка, когда рендерится все на плюсах, а потом воспроизводится там на Python. Можете поподробнее рассказать, что на выходе после плюсов и что конкретно берет в себя Python? Короче, как в визуализации, есть ли там drill-down и как это все? Да, ну, базово плюсы — это просто рендеринг-движок. То есть это некое… Мы пытались сделать простое приложение, но у нас не получилось, оно сейчас довольно сложно вышло, которое принимает эти вот пространства временной матрицы и рендерит это все в виде трехмерной графики, да, какой-то. Вот, на самом деле просто внутри картинки. То есть в конце это все растрализуется, естественно, в картинку. Вот, и само плюсовое приложение, а в нем есть, в нем зашит минимум логики, то есть все, что она умеет делать, это загружить какие-то данные по ссылкам и управлять камерой. Вот, плюс, естественно, есть определенная математика на GPU, которая параллельится по обработке всех этих данных. Вот, но как бы мы сначала хотели написать прямо напрямик к нему веб-сервер, то есть интегрировать веб-сервер внутри этого плюсового приложения, вот, но получалось, что эта штука… В общем, она выходит дорогой, потому что плюсовые часы дорогие пока по рейтам, и итерироваться нужно довольно часто, поэтому часов получается много, потому что у нас есть… Это все не очень гибко, потому что есть некий процесс билда, да, сами по себе плюсы не очень приспособлены для работы с нетипизированной информацией или когда, например, у нас могут данные приходить в нескольких разных форматах. Вот, соответственно, мы поняли, что необходимо будет сделать какую-то прослойку, которая бы позволяла браузеру общаться с этой плюсовой штукой. И началось… Вот этот вот сам backend-сервер на питоне, он начался просто как очень простая прослойка. Он брал… РЕСТ запросы… Ой, не РЕСТ, меня каждый раз за это критикуют. Это HTTP запросы, потому что API не обязательно РЕСТовая. Вот. Он брал HTTP запросы из браузера, которые тогда были. Это RPC запросы, то есть Remote Procedure Call. То есть это просто некий вызов функции, там, добавь, покажи, которые… Эта штука, она не формализуется как работа через ресурсы в РЕСТе. Вот. Соответственно, он принимал эти РПЦ запросы и конвертил эти РПЦ запросы в другие РПЦ запросы на срифте. То есть мы взяли срифт, потому что нам казалось тогда, что срифт — это отличный способ для связки Python приложения и C++ приложения. Вот. И по факту это так и работало какое-то время, пока мы не поняли, что вот при альфа-версии, что нам необходимо как-то хранить state. И тогда началось как бы все сложнее, потому что так как мы начали хранить state, мы подтянули базу, потом мы поняли, что нужны политики безопасности, группы, пользователи, и получился обычный такой веб-сервер, который принимает данные с клиента через HTTP API и транслирует эти данные потом в РЕСТ вызовы через некий просто обычный TCP сокет, но формализованный внутри срифта. То есть срифт, он позволяет нам контролировать сериализацию, десерилизацию данных между языками. Да-да-да, это сериализованный РПЦ просто. Вот. Но от срифта мы тоже сейчас отказались. В итоге это все работает через протобуфы, если кому-то интересно. Вот. И протобуфы, если вы будете делать какую-то РПЦ штуку, я целиком за протобуф, потому что срифт инфорсит очень большое количество инфраструктуры своей внутрь. То есть необходимо… Он тащит за собой не только сериализация, десерилизатор, но еще и сам сервер. Вот. То есть он следит за сокетом. Соответственно, это очень неудобно. То есть если сокет упал, например, то приходится лезть глубоко в срифт, чтобы понять, что с ним не так. Вот. Плюс сам по себе срифт, он достаточно… Когда мы им начали пользоваться два-три года назад, нам показалось, что он нестабильным. Возможно, это только наш опыт. Возможно, у кого-то отличный опыт со срифтом. Например, у людей завернул, но у нас такого опыта не было. Вот. Поэтому нам показалось, что проще слать данные через голый TCP, но внутри протобов-контейнеров. Это как бы гораздо удобнее. Понятно. И что? Вопросы? Есть еще один. У меня тоже вопрос по финальной визуализации данных. Не пробовали, не экспериментировали вы с интеграцией в игровые движки? То есть, по идее, они по своей природе заточены на работу с real-time данными и, собственно, Unreal Engine, Unity. Да-да. Мы сами пришли практически из GameDev, поэтому мы, естественно, первым делом, что втащили, это движок на .NET, который написан. Это первая у нас была версия, которую никто не увидел и, наверное, не увидит никогда. Она до сих пор есть. Мы сделали на прототипном .NET-движке, который называется VVV. Это движок, который мы использовали раньше для прототипирования всяких визуализаций. И, естественно, первый прототип системы мы решили сделать на нем, и он получился очень быстро. Мы за две недели все сделали, там, за месяц. Но потом, как оказалось, что мы думали попробовать на Unity это сделать, естественно, и на Unreal Engine, но по факту все эти движки, они несут за собой одну и ту же проблему, что все движки, которые сейчас есть, они очень объектно ориентированные, соответственно, тащат за собой большое количество ненужных нам абстракций. Так как мы работаем с GPU-рендерингом, мы на самом деле не используем абстракции никаких примитивов, там, вроде… у нас нету мешей, нет материалов, нет источников света, нет камер и нет как бы пользовательского инпута классического. То есть вроде нам не нужен клавиатурный ввод, нам не нужна классическая FPS-камера, нам не нужен вид сверху, ничего этого нам не нужно. И не нужны поведенческие модели, собственно, которыми движки вроде Unity так удобны, что у нас есть объект, например, там, куб, мы навешиваем на него поведенческие модели разные, в виде… просто скрипты на него кидаем, и эти модели каким-то образом с ним что-то делают. То есть здесь, на самом деле, весь, помимо вот какой-то сложной логики, весь наш рендер-сервер — это просто один большой шейдер, в котором все это работает. То есть нам нужна была среда, которая бы как бы несла между нами и шейдером самую минимальную прослойку, и поэтому мы решили писать это с нуля. Естественно, потом оказалось, что нам все-таки нужны графические примитивы, нам все это нужно, но уже выбор был сделан, и сейчас мы для отрисовки линий то есть используем какой-то… ну, естественно, все это написали сами. Сейчас мы будем вводить рендеринг 3D-объектов, которые тоже сами напишем, наверное, потом появится какое-то поведение, и, в общем, получится классический 3D-движок, скорее всего. Но мы стараемся этот момент максимально удалить от себя. Когда сказали, что вам не нужны вот эти всякие дополнительные фичи, и у меня сразу мысль, а как же там манипуляция с данными, хочется, может быть, там походить и как-то взаимодействовать с ними. И дальше вопрос мой, собственно, по VR, вы там экспериментируете тоже в визуализации VR и, собственно, взаимодействие с данными. Нас пытались заманить в этом… В Барселоне на Smart City Expo нас пытались украинские разработчики заманить в разработчиков под… как он называется… под HoloLens. Но мы потестили HoloLens, и мы как-то не очень заманились. Но нам кажется, что сыро. Ну, то есть как бы мы… Просто так как мы разрабатываем софт для конечного пользователя, у нас вся наша работа построена на клиентском опыте. То есть мы как бы не разрабатываем как бы программный продукт в классическом понимании, мы разрабатываем скорее как бы обычно такую потребительскую вещь какую-то, то есть, например, молоток там или паяльник, да? Вот, поэтому, когда у вас молоток двоится, то есть не дает вам попасть по гвоздю, когда он постоянно рябит, или вы, например, пока поворачиваете вправо, видите пол молотка, а самое страшное, когда вы говорите ему «ударь», он не ударяет, ударь, он не ударяет, потом он бьет вас по голове, то как бы нас этот сценарий не очень устраивает сейчас, поэтому мы всячески не прыгаем на поезд виртуальной реальности, хотя почему-то всем кажется, что это идеально, для чего нужна наша трехмерная визуализация, возможно, это и так, и как бы возможно мы когда-нибудь отрендеримся просто в два окна и будем показываться на VR, но пока у нас на самом деле есть работы даже с оптимизацией рендеринга в одно окно, в Full HD, и мы можем рендериться в Retina, мы пробовали, но количество клиентов, естественно, сразу падает, поэтому как бы это тоже очень большая оптимизация. Вот, соответственно, как бы пока нашим клиентам, нашим финальным пользователям, им не нужна виртуальная реальность, точно в том виде, в котором она сейчас есть, поэтому если вдруг кто-нибудь когда-нибудь сделает работающий HoloLens, а что самое важное, работающий с удобными манипуляторами, это будет идеально, и мы, естественно, под это все сделаем. В чем у меня, наверное, последний вопрос, там дальше можно будет еще в куларах пообсуждать. Как вы это все мониторите? У меня такой инженерный вопрос. Это хороший вопрос. Пока, так как мы были в бета-версии, и это все были, там несколько серверов, на которых это все работало, и сейчас мы как бы только-только начали масштабироваться, пока мы на самом деле это никак не мониторим. Мы должны в течение этого месяца запустить нормальный мониторинг. По факту сейчас, на чем мы остановились, это Sentry для сбора ошибок с клиентского ПО, то есть, например, с браузерного приложения, и, скорее всего, с Data Management Service тоже. Но у Sentry есть одна проблема, что он не умеет почему-то, в отличие от классических систем для телефонов, он почему-то не умеет кэшировать ошибки. То есть если Sentry отключаешь от интернета, то потом, когда включаешь, он еще не отправляется на сервер, поэтому нужно еще писать свой кэш-слой. Поэтому, возможно, мы еще подумаем насчет Sentry, потому что хочется какую-то систему, в которой было бы все включено. Особенно если она пытается постоянно быть платной. Прометей посмотрите, например. Говорят, неплохой. Прометей. Может быть, надо посмотреть. И по поводу хранения логов, скорее всего, это просто Logstash. То есть я не нашел ничего удобнее. Ну и для перформанс-активности это Grafana. Но какой бэкэнд под Grafana использовать я пока не выбрал. Я еще думаю. Все. Спасибо Вадиму еще раз. Спасибо. Ну и там мы еще сейчас ищем джуниор Django Flask разработчик, поэтому вот тут есть мои контакты. Ну или можете подойти просто. Сейчас я вам покажу контакт на всех случаях. Спасибо. 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 Спасибо.